Ребятки, Golden Farm представляет. Несколько секунд полезной рекламы. Ребят, это экономический симулятор. Необходимо покупать, продавать животных, прокачивать корм, продавать их продукцию и выводить чистую прибыль. Все без обмана. У меня в моем загоне корова пятого уровня, курица первого. Собираем всю продукцию. Заходим во вкладку рынок продукции. Вот молока у меня на столько-то рублей. Продукция успешно продана. Нажимаем ОК. И смотрим на вывод 790 рублей 692 копейки. Значит вот видим на вывод 790 рублей 692 копейки. Нажимаем вывести, выводим. Ссылочки будут все в описании. Возвращаемся к видео. В 1973 году произошел первый и самый сильный энергетический кризис, который начался с подачи стран-членов ОПЕК, снизивших объемы добычи нефти. Экономический кризис, начавшийся в США в конце 1973 года по широте охвата стран, продолжительности, глубине и разрушительной силе, значительно превзошел мировой экономический кризис. Это 1957-58 годов. И по ряду характеристик приблизился к кризису 29-33 годов. Кроме того, более 10 миллионов человек были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий. Повсеместно произошло падение реальных доходов населения. Вместе с тем, нефтяной кризис с 1973 года способствовал усилению экспорта нефти на Запад из Советского Союза. И положил начало зависимости СССР, а затем и России от нефтяной трубы и нефтедолларов. А с вами Военно-техника-2. И мы вновь начинаем свое расследование и отвечаем на главный вопрос о том, как это было на самом деле. До начала 70-х годов в нефтяной промышленности мир продолжал господствовать международный нефтяной картель, в котором доминирующие позиции заняли нефтяные монополии США. В 1972 году долю картеля приходилось около 50% добычи нефти всех капиталистических стран. Он контролировал 85-90% экспорта нефти из развивающихся стран. Свои огромные прибыли картель получал за счет разницы между монопольно низкими закупочными ценами на нефть у развивающихся стран-экспортеров и сравнительно высокими ценами на нефтепродукты в странах-импортерах. Встав на путь самостоятельного развития, нефтедобывающие страны в упорной борьбе начали ограничивать масштабы деятельности иностранного капитала путем повышения налогов на конституционные компании. Приобретение доли участия в их капитале, создание государственного сектора в нефтяной промышленности, национализации иностранных концессий. Для защиты своих национальных интересов и проведения согласованной политики эти страны создали в 1960 году организацию стран-экспортеров нефти ОПЕК. К началу 70-х годов ОПЕК выросла в силу предвостоящую нефтяному картелю. 20-22 октября арабские страны одна за другой объявили о прекращении поставок нефти Соединенным Штатам, снабжавшим Израиль оружием, а вскоре и Голландии, которая заняла произраильскую позицию. Добыча жидкого горючего в арабских странах уменьшилась почти на одну треть. Они ввели эмбарго также на поставки сырья тем перерабатывающим заводам, которые обычно экспортируют нефтепродукты в США или продают их американскому военно-морскому флоту. Чтобы не поссориться с арабами, Западная Европа практически прекратила вывоз нефтепродуктов в США, в том числе и тех, которые вырабатываются не из арабского сырья. Параллельно с конференцией арабских стран в Кувейте встретились представители стран Персидского залива, экспортирующих нефть, включая Иран. Они договорились поднять справочную цену на нефть почти на 70%, а в декабре удвоили новую цену. В течение следующего года цена на нефть поднялась с 3 долларов до 12 за баррель. Миру все же пришлось столкнуться с холодной реальностью обстановки, когда не хватало сырья, дающего тепло. Холод в домах, парализация части промышленности и автотранспорта, рост цен, введение карточек на нефтепродукты были проявлениями энергетического голода зимой с 73-74 года. В разгар кризиса президенты, премьер-министры и министры экономики Запада посвящали энергетическим проблемам пространные заявления и интервью. Создавались штабы по преодолению кризиса, собирались совещания экспертов на национальном и международном уровнях. Мрачные перспективы. Нас ожидает век тьмы. Энергетическая война. Под такими заголовками газеты в Западной Европе и Японии едва ли не ежедневно сообщали о новых мерах по экономии топлива. В США ограничили снабжение жидким топливом учреждения, жилые дома и школы. Объявили о планах нормирования нефтепродуктов и повышения на них налогов. Впервые после Второй мировой войны ввели жесткое нормирование мазута. Конгресс США представил президенту чрезвычайные полномочия в связи с энергетическим кризисом. Всем отраслям было запрещено переходить с угля на нефть. Авиакомпании сократили количество рейсов, были ограничены часы работы школ, учреждений и магазинов. К населению обратились с призывом уменьшить температуру в жилых домах, чтобы экономить энергию. Американцы увеличили добычу нефти из континентального шельфа. В США говорили о нефтяном вызове, приравнивая его к самым трудным проблемам, с которыми когда-либо сталкивалась страна. Американская промышленность всегда необыкновенно транжирила энергию, которая была слишком дешевой, чтобы о ней нужно было беспокоиться. Благодаря дешевизне нефти стоимость энергии, покупаемой обрабатывающей промышленностью в США, возросла в текущих ценах с 1957 по 1970 год только на 5%. Прекращение поставок нефти заставило Голландию запретить все поездки на частых автомобилях по воскресеньям. Вид на автострадах Западной Германии и Голландии в воскресные дни напоминал представление о мире после ядерной войны. Премьер-министр одной из европейских стран демонстративно ездил на велосипеде. Спрос на велосипеды в Италии породил черный рынок этого почти забытого в Европе средства передвижения. Хозяева дорогих гостиниц в Париже, нелишенные чувства юмора, объявили клиентам, пребывающим на лошадях, овес и сено представляются бесплатно. Французская автомобильная промышленность была вынуждена на несколько дней остановить производство. Правительству пришлось сократить количество рейсов на авиалиниях, урезать время телепередач, ограничить скорость на дорогах. Британские шахтеры объявили, что они ненамеренно работают сверхурочно без соответствующего вознаграждения. Почти одновременно начал забастовку профсоюз жилезодорожников, добиваясь повышения заработной платы. Сталеплавильная и химическая промышленность сократили производство. Кабинет консерваторов пошел на такую беспрецедентную меру, как введение трехдневной рабочей недели, только для того, чтобы отвергнуть требования горняков об оплате сверхурочных. Английские авиакомпании уменьшили количество рейсов через Атлантику. В Лондоне погас свет многих реклам. По распоряжению правительства поставки бензина и другого топлива потребителям сократились. Японское чудо осталось позади. Горько констатировал встревожный президент одной из самых влиятельных японских фирм. За период кризиса в США промышленное производство сократилось на 13%. В Японии на 20%, ФРГ на 22%, в Великобритании на 10%, во Франции на 13%, в Италии на 14%. Курсы акций только за год. С декабря 1973 года по декабрь 1974 упали в США на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ на 10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, в Италии на 28%. Число банкротств в 1974 году по сравнению с 1973 годом выросло в США на 6%, в Японии на 42%, в ФРГ на 40%, в Великобритании на 47%, во Франции на 27%. Эти несколько лет стали своего рода осевым временем, периодом во многом определившим направление дальнейшего развития глобальной экономики. В самом деле именно здесь, в 1971-1974 годах совпали расширения европейского сообщества с рецессией в экономике наиболее развитых стран Запада, прежде всего американской. Этот период времени послужил толчком для начала промышленной эксплуатации гигантских нефтегазовых месторождений Советской Сибири, именно поэтому энергетический кризис занял исключительное центральное место. Стабильность нефтяного рынка, практически неколебимая, на протяжении десятилетий заметно дрогнула еще в феврале 1971 года, когда государства Персидского залива впервые добились в рамках соглашения ОПЕК с нефтедобывающими компаниями существенного на 20% повышения справочных цен на сырую нефть. Однако подлинный взрыв рынка случился в середине октября 1973 года. Кризис 1973 года потряс экономику практически всех стран, как развитых, так и развивающихся. Однако последствия его оказались для них очень разными. Ясно, что страны-лидеры быстрее прочих оправились от болезненного удара. Важнее здесь другое. Нефтяной кризис инициировал прежде всего именно в зрелой экономике этих стран становление и развитие новых макроэкономических тенденций, приведших к большим и прогрессивным структурным переменам во всей мировой экономике. Еще одним следствием нефтяного кризиса 70-х годов стал постепенный отказ некоторых развитых стран от стратегического импорта жидкого топлива за счет развития собственной нефтедобычи. Углеводородные ресурсы шельфа Северного моря большей частью были разведаны еще до кризиса. Однако промышленная их эксплуатация стала целесообразной лишь в новых экономических условиях. Этим не замедлили воспользоваться нефтяники Британии и Норвегии, обеспечив своим странам энергетическую независимость. В других развитых странах Европы топливный кризис вызвал рееструктуризацию их энергетических балансов. Так, в Дании и Голландии опережающими темпами росло потребление природного газа, добываемого на прибрежном шельфе, а в производстве электричества росла доля ветроэнергетических мощностей. Франция же наращивала усилия по дальнейшему развитию ядерной электроэнергетики, доведя почти до 80% ее долю в энергобалансе страны, и практически отказалась от использования мазута в производстве электричества. Чрезвычайно серьезными оказалось последствия энергетического кризиса для Советского Союза, причем не только для советской экономики, но и для исторических судеб СССР. Еще в конце 60-х годов страна не играла сколь-нибудь существенной роли на мировом рынке жидкого топлива. Импортерами советской нефти выступали практически лишь страны Совета экономической взаимопомощи, а условия торговли не были рыночными. В следующем десятилетии начинается масштабная эксплуатация вновь открытых крупнейших месторождений – Западной Сибири. Экспортные возможности СССР резко возросли, и в Европу потянулись новые трубопроводы. Нефть в результате превращается в главную статью советского экспорта, становится важнейшим источником валютных поступлений. Их общий объем до развала СССР оценивается в 200 миллиардов долларов и более. Это богатство не стало благом для страны и ее народа. Если в развитых капиталистических странах нефтяной кризис стимулировал энергосбережение, успешное решение экологических проблем и переход к качеству их экономического роста, во многих нефтедобывающих государствах возросшие экспортные поступления способствовали невиданному росту благосостояния населения, то в СССР поток нефтедолларов лишь утопил кричащие свидетельства, надвигающиеся социально-экономической катастрофой. Он отодвинул на какое-то время ее наступление, лишив страну шанса избегнуть революционных потрясений в пользу радикальных, но управляемых и осмысленных системных преобразований. А в разгар застоя именно нефтяные миллиарды фактически укрепляли бессмысленный колхозный строй, став ресурсом для финансирования ежегодных закупок десятков миллионов тонн зерна за рубежом. Да и вся в целом, нежеспособная и затратная хозяйственная система и советское государство вряд ли бы просуществовали в своем качестве последние 10-15 лет, бесконечно наращивая военный потенциал и ведя затяжную и дорогостоящую войну в Афганистане, если бы не была бы приятная конъюнктура мирового рынка нефти, сложившаяся после 1973 года. Если бы современного человека возвратить в эпоху классического Рима, то для удовлетворения его привычных энергетических потребностей нужно было затратить мускульную силу 80 человек. В начале 19-го столетия главным источником энергии были дрова. Уголь скармливал человечество второй половины 19-го века и первой, трети 20-го века. Затем его сменила жидкая и газообразная горючая. За период с 1929 по 1970 год доля угля в мировом энергетическом балансе снизилась с 80% до 35%. А удельный вес нефти и газа вырос с 19% до 63% в начале 70-х годов. И в Западной Европе нефть покрывала примерно 60% энергетических нужд. Газ 9, в США соответственно 44,33%. В Японии на долю нефти приходилось 85% потребляемой энергии. Даже ко многому привыкшие американцы задумались, узнав, что в 1973 году прибыли в нефтяной промышленности поднялись за год почти на 60%. И это в самый разгар нефтяного кризиса. Раньше семь сестер основную массу прибыли получали от добычи и продажи сырой нефти. То есть от эксплуатации участников ОПЕК. А к концу 1973 года уже была обратная ситуация. Страны-экспортеры получали уже почти весь доход от продажи сырой нефти. И при всем этом прибыль выросла на 60%. Парадокс. Нет, если на международной арене в целом позиции семьи сестер относительно ослабли, то в развитых странах они укрепились и относительно, и абсолютно. Все дело в том, что хранилища во время кризиса действительно были полны. А сама деятельность монополии грамотно перераспределена и диверсифицирована. Что же тогда мешает различным инвесторам в период кризисов получать прибыль, находить верные решения и значительно снижать риск потери вложенного капитала? Это и многое другое на самом деле просто необходимо делать профессиональному и грамотному инвестору. А с вами была Венотехника 2. Всего вам доброго. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем выпуске на канале.